Валерий Седов Ночная уборка города продолжается. В ночь на 28 мая убрано почти 110 кубических метров грунтовых наносов. Помимо этого во всех районах города шли работы по подметанию и мытью улиц. Продолжаются работы по покраске бортового камня. Днем же вовсю идет выкашивание газонов, посадка цветов и полив. 27 мая помыли фонтан у дворца торжеств. Сегодня он возобновит свою работу, сообщили в администрации. На остальных фонтанах также проведено обслуживание. В ежедневном режиме в городе подметают тротуары, очищают урны, собирают случайный мусор. Незаконный труд и организация нелегальной миграции. Такое уголовное дело попало на стол к сотрудникам регионального МВД. Подозреваемый уроженец одной из стран Закавказья. Ему вменяют организацию незаконной миграции путем привлечения к работе иностранных граждан, незаконно находящихся на территории региона. Это кадры оперативной съемки. Бойцы ОМОН – силовая поддержка. Основная работа легла на плечи сотрудников УГРО и регионального ФСБ. Вместе они и вычислили цех по пошиву одежды. Здесь чем занимаетесь? Я здесь как частная собственность. Вот это вот здание? Да, частная собственность. Ага, сейчас здесь что находится? Здесь находится швейный цех. Швейный цех. Он как-либо зарегистрирован официально? Нет. Проработал цех около месяца, говорят оперативники. Располагался он в Канищево на втором этаже особняка площадью почти 900 квадратных метров. И в незарегистрированном, по словам мужчины, цеху трудилось 17 мигрантов. Но есть один нюанс. Ага, вы здесь чем занимаетесь? Здесь вот. Работаете здесь? Да. Официально? Нет. Патент у вас имеется? Нет. Регистрация. Регистрация. Речь идет о трудовом патенте. Это документ, который оформляют иностранные граждане, чтобы легально работать на территории России. Из 17 мигрантов у 9 такого патента нет. К тому же четверо из них вообще находятся на территории страны нелегально. В отношении гражданок одной из стран Средней Азии составлено 4 административных протокола о нарушении режима пребывания на территории Российской Федерации и 9 протоколов об осуществлении иностранным гражданином трудовой деятельности без разрешения на работу. Сейчас в отношении предпринимателя дознавателем ОМВД России по Московскому району города Рязани возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции». Также мужчину привлекли к административной ответственности. На него составлено 9 административных протоколов по статье «Привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан при отсутствии разрешения на работу». Годовая инфляция в Рязанской области в апреле была ниже, чем в среднем по стране. Для сравнения, в регионе она составляет 7,4%, а общероссийская – 7,8%. О причинах в нашем следующем материале. И сдержки производителей и поставщиков возросли. В результате цены на товары стали выше. Так, например, подорожал шоколад. Это связано с тем, что кондитеры больше потратили на сырье из-за неурожая какао-бобов в странах-экспортерах. Обходится абонентам теперь дороже оплата сотовой связи. Операторы повысили цену тарифов из-за возросшей стоимости на закупку и обслуживание оборудования, а также оплату труда сотрудникам. Влияет на повышение цен и спрос на некоторые продовольственные товары, рассказывают в Центробанке. Например, холодильники, которые в марте дешевели, в апреле вновь начали дорожать. Дело в том, что до этого потребители активно старались вложить средства в недвижимость, и новая бытовая техника стала более востребована. Это показывает, что цены зависят не только от продавцов, но и от покупателей. Если спрос не очень сильно растет, продавцам сложно поднимать цены. Политика Банка России помогает людям пройти периоды сильного роста цен с минимальным ущербом. Основной проинфляционный фактор – высокий внутренний спрос. По словам специалистов, он продолжает опережать возможности расширения предложения. Так, в Центробанке сейчас советуют сделать выбор в пользу банковских вкладов, отложив на время покупки и тем самым снизить спрос на ряд товаров. Кроме того, это возможность приумножить свои сбережения за счет процентов по вкладу. Поддержание жестких денежно-кредитных условий в течение продолжительного времени ограничит избыточное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия. С учетом проводимой Банком России денежно-кредитной политики, годовая инфляция снизится до 4,3-4,8% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. Есть и хорошие новости для потребителей. На ряд товаров цены все же упали. Из продуктов подешевели только макаронные изделия на 2,47%. Из непродовольственных товаров стали ниже цены на обувь. Туфли, ботинки и кроссовки обойдутся теперь в стоимость на 0,19% ниже прошлого месяца. Легковые автомобили тоже упали в цене относительно марта на 2,35%. Кристина Бочкарева, телекомпания «Город». В МВД по Октябрьскому району города Рязани состоялась презентация книги сборника стихов рязанских поэтов, ветеранов органов внутренних дел. Произведения о службе здесь соседствуют со стихами о природе, размышлениями о вечном и описанием службы. На трибуне Владимир Белов, член Союза писателей, а 73-го сотрудник тогда еще милиции. В свои 26 Владимир Белов попал в уголовный розыск по комсомольской путевке. Проработал там 9 лет. После 17 лет трудился начальником отдела кадров. И все это время непрерывно писал стихи и рассказы. Как сказал критик мой знакомый, это роза деревенская. И есть несколько рассказов о милиции. Потому что я работал, я в уголовном розыске соприкасался с ситуациями, которые мне подсказывали сюжеты. А сюжеты Владимир Белов брал из жизни. Например, его рассказ «Разборка в вагоне» появился из жизненной ситуации. Как еще молодой герой Владимира Белова ехал к невесте. Место в поезде ему попалось рядом с бывшими заключенными. И вот когда герой засыпает, мужчины воруют у него новые чашские ботинки. Как и в жизни, парень вычисляет жуликов. Похищенное возвращает себе, а заключенных сдает в милицию на ближайшей станции. В основу произведения лег случай из жизни Владимира Белова. И такое все его творчество. Случаи жизни, личные переживания и мысли. У меня появилась мысль, как модно называть проект. Издать сборник четырех милицейских поэтов. И мы так собрались и начали работать над макетом книги. Над отброской названием сборника. И у нас получилось дружно. И вот появилась эта книга. Вот такая. Четырех авторов. Все стихи. Вчетвером мы придумали название для сборника «Щит. Тишины». В книгу вошли произведения четырех ветеранов МВД. В их числе члены Рязанского регионального отделения Союза писателей России Владимир Белов и Валентин Макушев. Тема у произведений самые разные. Нелегкая дружба, красоты родины, природа Рязанщины и, конечно же, стихи о любви. Как и положено книге от ветеранов, презентация прошла в актовом зале Октябрьского МВД. А скоро, говорят, стихи сможет прочитать любой желающий. Очный этап конкурса «Молодые врачи-2024» прошел в областной библиотеке Горького. Номинации на звание лучшего врача сразу несколько, а в состязании участвуют медработники до 35 лет. Конкурс проводится уже в 16-й раз. Терапия, хирургия, стоматология и педиатрия. В этом году конкурс «Молодые врачи» проходит в четырех номинациях. Выбирают лучших молодых специалистов медицинской сферы в нашем регионе, начиная с 2009 года. Причем по опыту организаторов победители конкурса на практике свое звание подтверждают спустя годы работы. За это время, соответственно, уже несколько сотен молодых врачей смогли себя показать. И те, кто, наверное, в первые годы участвовал, многие из них уже сейчас состоявшиеся доктора. Кто-то уже возглавляет медицинские учреждения. Кто-то, возможно, уехал в другие регионы и представляет Рязанскую область там. Среди участников те, для кого профессия врача – это призвание. Причем среди молодых медиков у каждого своя история выбора не только этой благородной профессии, но и конкретной специализации. Я сначала поработал где-то один год во взрослой хирургии. И когда случайно попал уже в детское отделение, мне очень сильно понравилось работать с детьми. Это приятно очень, да. Они милые, чистенькие, хорошие. И я для себя решил, что если я и буду работать хирургом, то только с детьми. Моя мама всю жизнь работает учителем в районной школе, откуда я сам из Милославского района Рязанской области. Она сейчас работает в Милославской среднеобщеобразовательной школе. А бабушка моя, к сожалению, ныне покойная, была фельдшером в том селе, откуда я родом. То есть я видел перед своими глазами с детства и, с одной стороны, опыт преподавания, с другой стороны, опыт медицины. И решил совмещать эти две благородные специальности. Торжественное награждение победителей пройдет в рамках празднования областного дня медицинского работника 18 июня. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Надежда есть всегда. С этим убеждением и жить легче, и справляться с любыми трудностями в жизни. А если получить поддержку в сложный час, то надежда становится еще сильнее. Возможность получить такую поддержку есть теперь у каждого. В доме спасенных зверей «Моя маленькая ферма» сегодня появился сундучок надежды. Енот-полоскун Надюша нашим телезрителям знакома давно. Спокойная и милая она стала частью семьи «Моей маленькой фермы» в 2018 году, 6 апреля, когда ее не без труда, затравленную и израненную, забрали на платном переезде. По сей день истории ее неизвестно. Откуда она взялась и почему была в таком состоянии, остается только гадать. Она, конечно, очень сильно боялась людей. Она была вся истощена, изранена. У нее не было верхней части носика, был травмирован правый глаз, шрамы большие на спине. И она очень сильно боялась людей. Я по ночам читала ей книжки, сидела с ней, чтобы она привыкала к голосу. Потом она стала брать еду с рук. Через полгода она позволила до себя первый раз дотронуться. И после этого ей так понравились эти прикосновения, почесывания, что она даже отказывалась от вкусняшек. И когда к нам приходили гости, посетители, то она подставляла все время спинку, чтобы ее почесали. Явно непростая судьба Надюши, к сожалению, отразилась на ее здоровье. Врачи поставили ей диагноз почечной недостаточности и сказали нам готовиться к самому худшему. Я вот с ней сидел, гладил ее, разговаривал, упрашивал, говорил, напоминал ей, что ее зовут Надежда, и Надежда должна умирать последней. И она согласилась поесть, она соглашалась принимать какие-то лекарства. Несколько месяцев Надюша продержалась, но однажды стало понятно, что скоро придется прощаться. Она еще очень бодро прожила, вот так вот на наших уговорах прожила еще несколько месяцев полноценной, хорошей, счастливой жизни. А вот потом уже она уже явно захотела уйти, потому что когда я ее в очередной раз стал уговаривать, что давай покушай, давай выходи, она впервые в жизни громко гавкнула, вышла из своего дупла и громко гавкнула и сказала уходи. Но мы поняли, что уже неизбежно, уже ей пора отправляться в какие-то другие миры. Вот отпустили, но сделали вот такой сундук, который символизирует надежду, символизирует, что Надежда есть всегда. И напоминает всем людям о том, что всегда надо надеяться на лучшее, делать все возможное, чтобы это сбылось, но принимать любой исход, каким бы он ни был. И вот с этого момента сундучок всегда будет принимать письма от тех, у кого внутри теплится хотя бы маленький огонек Надежды. Дом зверей «Моя маленькая ферма» всегда был и остается местом Надежды. И именно енот Надюша изменила его историю. С нее началось знакомство семьи зверей с зоозащитниками, с неравнодушными людьми, а сама Ольга поняла, что в силах браться за сложные случаи и спасать зверушек даже в критическом состоянии. Вот так енот Надюша своим примером подарила Надежду и другим зверушкам. Кого-то спасли из закрытого трогательного зоопарка, кого-то из сетки в заборе, а кто-то выкуплен с притравочной станции. Все они живут свою, насколько это возможно, счастливую звериную жизнь. Кстати, сейчас дом спасенных зверей располагается в экопарке Поляны. И здесь обитатели мечтают остаться насовсем. Для этого требуется построить теплый дом, где всем вам будет комфортно и зимой. Познакомиться и даже прогуляться с некоторыми из них можно каждый день, кроме понедельника. И заодно положить в сундучок записку с самым сокровенным. А Надежда, откуда-то сверху, обязательно поможет. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»